всех приветствую понедельник 22 января продолжаем работать а максим журавлевка на про деньги и рынке в этом обзоре во первых мы с вами поговорим про валютную пару доллар рубль я даже уточнил конкретно про рубль по отношению к доллару и по отношению к юаню там очень интересные наблюдения по крайней мере у меня поделюсь своими соображениями с вами и второй момент мы более подробно остановимся на российском рынке акции и как мне кажется вот эта информация будет особенно полезна тем кто формирует во первых в принципе инвестиционный портфель либо торгуют российскими акциями но либо вы пытаетесь разобраться в этом более подробно и попытаться все-таки спрогнозировать а что нас ждет в будущем и так давайте начнем собственно разбираться начнем с того что сейчас индекс московской биржи в целом прибавляет но прибавляет честно сказать не так уж и сильно то есть движение по индексу в целом составляет менее даже пол процента а если бы точнее 0 1 процент то есть движение на самом деле слабоватые но вообще я обычно например когда оцениваю какой-либо актив я пытаюсь его рассмотреть с точки зрения сказать соотношения спроса и предложения что называется внутри потому что очень часто так бывает что цена обманчива то есть мы например с вами видим условно говоря зеленую свечечку дам видим что растет цена поднимается все хорошо но вот вопрос имеет ли смысл покупать сейчас либо все-таки здесь кроются какие-то сюрпризы и вот как раз вот эти сюрпризы они раскрываются при изучении с технической точки зрения фьючерсных контрактов вот сейчас на ваших глазах фьючерсный контракт маршерская эспирация на индекс московской бирже мы видим что тоже до прибавляется на 0 27 процентов роста сегодня по итогам вот первых например часов торговли но я обращаю внимание что другие индикаторы например которые показываются отношения спроса и предложения показывать несколько другую картину во первых мы видим что открытый интерес потихонечку растет по крайней мере он чуть выше чем в предыдущий торговый день от 19 января то бишь пятницы во вторых вот в этом росте то есть мы видим что по факту то цена растет но в этом росте преобладает продажи то есть открытый коротких позиции в момент роста цены выше в какой-то момент времени чем по количеству чем покупок то есть это означает что по крайней мере на момент записи этого видео конкретно вот это движение она носит некий инсайдерский характер что значит инсайдерский характер это значит что вот эта свеча и вот это движение нам подсказку дает, что, ребятки, даже если рынок растет здесь и сейчас, это вовсе не означает, что идут реальные покупки. Этот рост сопровождается с открытием коротких позиций. Вот, в принципе, и все. И, соответственно, мы должны с вами не исключать тот факт, что на этом росте можем увидеть, наоборот, распродажу. Самым таким ярким примером вот такой мысли, вот такой тактики, мы можем увидеть такой пример, например, в акциях компании Сбербанка. То есть, мы увидели с вами, что 17 января, когда мы с вами изучали отчет по итогам 23 года по РСБУ по Сберу, где было сказано, что он получил рекордную прибыль и она равняется практически полтора триллиона рублей, там немного недостает, то в этот же день, буквально в этот же день, если мы будем сравнивать, например, не акции, а будем оценивать ситуацию через фьючерсный контракт, то вот 17 числа вот этот график, я вот его провожу мышкой, да, сейчас я увеличу, казалось бы, зеленый, да, зеленый бар, то есть растущая свеча, если в свечном измерении смотреть, но здесь сидят продажи, то есть, смотрите, здесь преобладают именно открытия коротких позиций. И что мы дальше видим? Мы дальше видим, что два дня подряд у нас именно шли продажи, то есть, можно было смело открывать короткие позиции. Кстати говоря, вот такой подобный анализ мы регулярно делаем в закрытом канале Стратегия Про Плюс, кому интересна эта тема, обязательно подпишитесь, там практические комментарии, инвестидеи обсуждаем, я там публикую свои сделки. Ссылку на этот канал, чтобы с ним поподробнее познакомиться, оставлю внизу в описании под этим видео. Теперь далее, я хотел бы обратить ваше внимание на валютный рынок, и причем тоже через фьючерсный контракт. Можно ли сегодня получать пассивно от 17 и более процентов годовых? Ответ, конечно же, да. Например, можно рассмотреть банковские вклады, которые сегодня интересны, но есть очевидный минус. Дело в том, что такая доходность по вкладам, как сегодня, это, как правило, временное явление. Можно рассмотреть фондовый рынок России, однако за последних полгода фондовый рынок стоит примерно на одном месте, а дивидендная доходность крупнейших российских компаний с трудом дотягивает до 12-13 процентов годовых. В этой связи хотел бы обратить ваше внимание на инвест-платформу Нибл Инвест. Эта платформа, которая состоит в реестре инвест-платформ Банка России, имеет соответствующую лицензию и является частью международного холдинга IT Smart Finance. Нибл Инвест – это платформа, которая предлагает сегодня инвестировать взаймы бизнесу, а бизнесу, в свою очередь, получать финансирование для развития своего дела. Платформа работает только через номинальный счет. Это означает, что денежные средства инвесторов инвестируются только в те компании, которые сам инвестор выбрал для себя. Начинать инвестировать можно сегодня с минимальной суммы в 100 рублей, получать доходы, проценты на свой банковский счет, на свою банковскую карту, либо реинвестировать для увеличения доходности. На инвест-платформе Нибл Инвест представлены множество предложений для инвестирования, что позволяет сформировать широко диверсифицированные, низкорискованные инвестиционные портфели с высокой доходностью. И, кстати, замечу, что за все время работы инвест-платформы Нибл Инвест не было ни одного дефолта. Сегодня Нибл Инвест предлагает интересный инвест-продукт под названием Legal Collection. В двух словах его суть. У многих кредитных организаций, банков, микрофинансовых организаций иногда появляются кредиты, которые не возвращаются в срок. И многие банки и другие кредитные организации продают такие кредиты в виде портфелей со скидкой в 90%, чтобы вернуть часть денег обратно к себе в бизнес. Такие портфели покупают юридические организации, которые специализируются по работе с просроченной задолженностью. Юридические компании, которые занимаются истребованием задолженности, максимально надежны, потому что, во-первых, они имеют лицензию Федеральной службы судебных приставов, а во-вторых, чистые активы таких компаний составляют не менее 10 миллионов рублей. И все приобретенные портфели просроченной задолженности ставятся на баланс компании, являются ее активами. Такие компании ежедневно получают денежные поступления на свой счет, истребованные по решению суда, и планируют свою работу в долгосрочной перспективе до 5 лет за счет множества портфелей в работе. Продукт дает возможность диверсифицировать риски, инвестируя в разные портфели разных компаний, обеспечивает инвестору стабильный высокий процент дохода на его инвестиции с первого месяца за счет высокой маржинальности данного бизнеса. Сейчас на платформе Нибалинвест есть несколько предложений такого рода с гарантией возврата и высокой доходностью. Более подробно с такой информацией вы можете ознакомиться в личном кабинете Нибалинвест, зарегистрироваться на который можете по ссылке в описании ниже под этим роликом. Итак, валютная пара доллар-рубль через фьючерсный контракт. Давайте начнем смотреть историю и текущую ситуацию через фьючерс на доллар-рубль. То есть в настоящее время, по крайней мере в момент записи этого видео, рубль у нас укрепляется, если через фьючерс смотреть, на 0,3%. Но здесь, что интересно, здесь действительно мы с вами наблюдаем, что продажи преобладают. То есть по факту мы наблюдаем, что практически в большинстве случаев, когда идет укрепление рубля, фьючерс сливает. То есть открывает короткие позиции и даже есть такое предположение, что просто-напросто начинают распродавать доллары. По факту. Здесь рынок нам это все показывает. Но если мы посмотрим, например, китайский юань к рублю, то есть тоже фьючерсный контракт, поскольку тоже здесь все достаточно понятно и видно. Здесь, друзья, несколько иная ситуация. Что самое интересное. Начнем с того, что, например, еще где-то 15 января, 15 января, смотрите, на падении, казалось бы, падение, укрепление рубля 15 января. Ну давайте посмотрим на обычном валютном рынке вот именно эту ситуацию, то есть не через фьючерс, а именно валютная пара китайский юань и рубль. 15 число у нас укрепление рубля. Смотрите, вот я показываю, да, вот укрепление, то есть как казалось бы снижение. Открывая короткую позицию и идем на более низкие значения. Ну а фьючерс нам показал совершенно иную ситуацию. Здесь открывали именно длинные позиции и вот именно на укреплении рубля профессиональный участник набирал позицию, наоборот, закупался юанями. И он это делает, кстати говоря, по сей день и продолжается эта тенденция. То есть, казалось бы тоже рубль укрепляется, но во всем этом укрепление, особенно это заметно на 18 число, на 19 января, то есть казалось бы такие красные бары, казалось бы вроде бы вот разворотная формация, но нет. Здесь преобладают покупки. Это, конечно, не говорит о том, что сейчас мы развернемся и юань начнет расти и нужно покупать юань на всю котлету. Это, друзья, говорит о том, что во-первых, действительно, судя по фьючерсам, доллар начинает продавать и действительно там идут продажи. Но, а юань наоборот покупает. То есть, на укреплении рубля идет затаривание. Если простыми словами все это дело, скажем так, трактовать, рассказывать, объяснять, то просто начинает покупать юань на тот момент, когда он начинает дешеветь. И на самом-то деле, это ведь логично. То есть, когда товар или валюта или акции начинают падать в цене и есть определенная отдаленная перспектива о том, что они в будущем будут дороже, разумеется, стоит покупать тогда, когда они дешевеют. Собственно, друзья, вот это я сегодня вам хотел показать и на это акцентировать внимание. И главное, резюме и как бы вывод из всего вышесказанного, что в перспективе, в перспективе действительно, судя по фьючерсам, юань, во-первых, становится в большей мере, да, и в большей становится интереснее и большее количество объема идет именно в эту валюту. Это во-первых. И второй главный вывод, что при более сильном укреплении рубля, как можно больше валюты начинают покупаться на рынке. Вот об этом говорит нам график, индикаторы, соотношение сил, спроса и предложения. Друзья, вот такая информация, поэтому учтем этот момент. Это косвенный признак того, что в перспективе, в среднесрочной перспективе говорить о долгосрочном и уверенном укреплении рубля пока не приходится. Как бы мы хотели, этого нет. Но вот, видимо, до марта мы будем укрепляться, а затем будет что-то интересное. Ждем, как говорится, и руку держим на пульсе. На этом пока все. До встречи в следующих обзорах.